Все, да, все готовы слушать. Ну ладно. Проект под названием «Мастер сказок». Ну, насколько я знаю, проект либо начинается от проблемы чего-то, то есть есть проблема, и проект призван ее решить, либо проект направлен на создание какой-то дополнительной деятельности в жизни человека. Вот у нас как бы получилось так, что проект родился в одном из скайп-чатов, и, собственно, мы его так дружно подхватили, заключается проект в следующем. То есть мы создаем некое, некоторую такую тусовку, движняк в Новосибирске, который, и этот движняк занимается чтением сказок на различных публичных площадках. Цели, которые... Можно сразу вам вопрос по-другому? Сразу вам вопрос. На какие, на какие... Подождите, а давайте это самое... Формат. Радюк, подожди. Формат у меня, значит, хочу понять, что хочу, экспертная поддержка и анонс. Три формата. Тебя можно перебивать? Нет, если вы желаете, можно перебивать. Уточнять. Нормально, нормально. То есть, например, на каких площадках? Например, сейчас Новый год скоро. Будет много различных там площадок у елки. Ну вот, мы, допустим, вот этой тусовкой приходим к елке и детям делаем подарок. Хорошим голосом читаем сказки какие-нибудь русские народные, развиваем такое детское воображение. То есть мы им не показываем фильмы или там мультики диснейские, мы им читаем голосом, пытаемся своим голосом создать ему такую картинку в голове. И, собственно, мы развиваем у себя ораторские навыки, опять же, донесение мысли, но только не взрослым, а детям. Людям, у которых мало вот этих еще шаблонов в голове, которым можно что-то еще донести светлое. Параллельно учим сказки, потому что, допустим, я знаю очень малых. И мне интересен такой эксперимент с точки зрения самообразования. И, конечно, мы вот этим проектом хотим, чтобы дети, опять же, знали эти сказки. И есть такое подозрение, что если мы вот так вот сделаем, то, не знаю, какое-то там поколение, возможно, там изменится. Потому что я вот вспоминаю слова друга, вот он говорит, к нам в детстве приезжала филармония. Ой, как это было интересно, как это было, ну, зажигательно. А сейчас вот у меня в детстве, по крайней мере, такого не было. И я там спрашиваю у знакомых, у них тоже этого нет. И я думаю, это определенный какой-то элемент образования, что вот именно чтение сказок. Не просто там, допустим, родитель после работы пришел и усталым голосом прочитал, забубнил, в общем. А как-то выразительно, с такой сокраской эмоциональной, доносить вот этим, ну, как бы детям. В общем, делать какие-то подарки им. А какие картинки выходят? Возраст какой? Возраст, ну, вот, наверное, я бы хотел это сегодня, как бы, обмыслить. Потому что это еще у меня на стадии идеи, у нас это на стадии идеи. Как это сделать более таким проектным решением, ну, надо там, ну, я бы хотел у вас, как бы, все с вами пообмыслить. У нас есть идея, допустим, запустить конкурс в интернете, чтобы участники, ну, вот эти участники конкурса, они записали себя на видео, и, то есть, мы это выложили на свой канал. И, допустим, пришли бы на какую-то площадку, там, в детский сад, показали бы, допустим, эти видео, сказали, что вот так вот мы умеем читать, и, собственно, вот так мы можем прочитать у вас, для ваших детей. Вот, и параллельно за этот конкурс мы какие-нибудь призы, допустим, делаем хорошие, яркие. Вот. У нас, мы уже запустили, то есть, первый этап, мы просто собрали, ну, написали объявление, вообще, запросом, кто желает это делать, кому интересно сделать подарок детям. Вот, к моему удивлению, откликнулась женская аудитория. Мы собрали 20 девочек, и ни одного мальчика. Вы думали, будет наоборот. А я не знал, но я думал, хотя бы какой-нибудь там баланс будет, а так... Это баланс, хороший баланс. Это баланс называется. Для работы с детьми это стандартный баланс. Причем, кстати говоря, вот, если говорить про вот то, что там сказки, это там передача глубинных знаний, там и так далее, то на самом деле считается, что мужской голос должен быть. То есть ребенок, по крайней мере, если мы берем про младший возраст, и там до трех, может быть, три-пять лет, да, то ребенок лучше воспринимает мужской голос. Вот и тема для тренинга. Научить девочек говорить мужскую голосу. Значит, есть такая идея, да, может быть, это тебе поможет. У меня, дальше, пошла мысль, дальше пошла, там, да, еще пиздать стоит, да? Ну, это точно не ораторский куб. Не задача ораторская. Не совсем в конце своей конца. Значит, если говорить про решение двух задач в одном месте, то есть привлечь, с одной стороны, мужскую аудиторию к этому проекту, а с другой стороны, может быть, дать прикоснуться к сказкам детей более позднего возраста. Ну, есть такая форма работы со сказкой, как сказка-постановка. Когда диктор читает сказку, а, скажем, там, подростки ее изображают. Буквально там все персонажи, да, там, дерево, дерево, например, там, если колобок, то абсолютно все персонажи, мука, там, чем скребут, и вот это они все изображают. То есть, как правило, в таком возрасте у них нарушается физический контакт, да, в силу определенных, так сказать, возрастных вещей. И подросткам это дает, как бы, легальную возможность, что называется, прикасаться друг к другу. То есть, как правило, в этой аудитории, ну, нормально. А до 20-го? Да. До какого возраста? Ну, где-то, наверное, сейчас это от 11-ти уже лет. От 11-ти, наверное, до 14-ти. И на такую аудиторию парни, лекомые, пойдут, потому что это интересно. То есть, подготовить, прочитать, и потом их можно будет направить на более мелкий возраст. То есть, именно мужскую аудиторию привлечет то, что они не просто будут, да. Что их, они, как бы, будут за ним повторять какие-то действия. Не повторять. Потому что они будут изображать стол и яблоко. То есть, яблоко ложится на стол, там, или еще как-то. И вот они, как бы, будут... Ты бумажку раздали, ты яблоко, ты ветка, ты ворона. А в сказке говорится, села ворона на ветку. Вот они как-то должны вместе их забрать. На ель ворона забралась, на ель, на нее взбирается ворона. В смысле, мужскую аудиторию, с точки зрения участников этих детей, да? Не только, нет, с точки зрения проведения этого ворона. Молодежь, вот тот возраст, когда, значит, уже увеличение противоположного пола сильное, но еще, как бы, барьеры не преодолены. Вот Людмила вот именно про это говорила. Ты можешь в своем клубе ораторском один раз такую сказку поставить для своих. Потом сказать, хотите с другими делать другие сказки? Вот, и я думаю, что вот ваша мужская аудитория, если она есть в этом клубе, ты увидишь, кто готов это продолжить. А потом уже, как бы, они войдут в тему сказок, и с ними уже можно будет идти дальше. И будет там у вас баланс парней и девушек. Но это один из ходов. Может быть, еще что-то. Такой очень, как бы, сильный. Ты когда-нибудь видела? Я вот, нет, у меня вот сейчас уходит сила на то, чтобы это представить, а второй момент, а как это сделать? Вот представляешь, тусовка. Вот ваша молодежная тусовка. Вот ты приходишь и говоришь, я не встречу. Берешь, ты будешь сказку. Нет, вот ты помнишь на это самое. Вот я про это говорю. Вот ты приходишь и говоришь, я читаю сказку. А, почему ты стоишь в бомбочке? Все вытягиваются бумажки. Детям? Да, вот сейчас. Вот ты сейчас расскажи, как было. Я ей рассказываю. Был как поросли. Детя, не переливай друг друга, пожалуйста. Кто-то из-за сайта говорит, так, теперь мы развлекаемся. Вытягиваете все бумажки. Ворона, елка, ветка, ветер, шелк. Вытащил каждую бумажку. Потом один встает, начинает читать. Сегодня подул сильный ветер. У кого ветер, он выходит сюда, встает. То есть ты не руководишь ими. Они сами здесь изображают, а один читает. Правильно я это говорю? И получается, знаешь, такой вот они сами интерактив этот придумают. Вначале вы записываете сказки голосом. Потом под лучшую запись выкладывается вот этот следующий этап. Конкурс, кто как бы лучше потусит. То есть это вместо дискотек, вместо дня рождения. То есть тебе нужно как бы, простите, дни рождения. В дни рождения нужно какую-то герой пулку. Все, берешь, выбираешь какую-то сказку. Тут же на принтере печатаешь эти самые роли и так далее. Все, играешь. За то-то дело записываешь, тут же выкладываешь сюда ВКонтакте. А мы вот так вот подыграли эту сказку. Надо бы когда выложить это вообще. Да, это надо на самом деле посмотреть, потому что это просто было упало. У меня где-то есть записи. Ну, как вратит, представляешь? Ну, сидят люди, то есть это самое. И да, а тут просто давайте сейчас поиграем. Все там уже разогреты. Уже как бы комплекс ослепили. И вот ты там принц, ты принцесса, ты камень, ты ворона, ты берега. И начинается сказка. В общем, твое благое начинание по работе с детьми превратило в мозг и утехи. Не, ну, речь-то о чем, что сначала на тех, кто будет это делать, то есть вот это можно начать как раз с посиделок, да, вот с таким делом. А потом те, кто заинтересуется, это уже можно отправлять туда, которые с детьми уже интересны. На самом деле, для каждого корпоратива вот такая, где выезжают. То есть, это как бы понимание то, что это нужно только детям, оно не верно? Абсолютно, абсолютно. Нет, вернее... Ну, вот как раз на этом можно будет заработать. Но дети, они у нас примерно до 120 лет, вот возрастная какими-то детям. Нам после 120 лет заканчивают. Правда, взрослым есть ребенок. Вот это можно сделать как тренинг для объединения коллектива в фильме. Да, кстати, это вот... Вот я продолжаю уже. Да, 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 это вот именно вот в этой технологии. Но вот нужен разогрев сначала. То есть, получается, в такой модели мы сейчас с детьми не связываемся в начале, вроде как. А почему разогрев-то может быть драйв? Нет, смотри, Ром. Нет, в такой модели. Мы с чего, значит, что нам нужны люди, которые потом работают теперь, да? То есть, как-то... Вот есть. Вот, мы должны найти, да? Да, с той же коллективом. Вот, начать можно как раз для выявления тех людей. 20 девочек, вот, есть. Ну, желательно... Ну, вот, почему, Рома? Вот я мастер сказок. Значит, первый вопрос. Какие бывают сказки? Сказки для детей, сказки для взрослых. А, ты мастер сказок? Нет. Заходишь, заходишь как бы на сайт мастер сказок, да? И здесь, какие бывают сказки? Сказки для детей. И там пошли вот эти вот проекты, которые... С которых ты начинал. А тут сказки для взрослых. И вот тут уже то, что вот сейчас здесь обсуждалось. То есть, можно как бы вот, ну, такое обобщить. И вот в разных, как бы, руслах это дело обыграть. Видишь, если начнут девочки у тебя читать... Ну, вот почему, да, мужской еще голос, возможно. Правильные девочки и правильные сказки начнут читать, да? Как воспринимаются? Если с этими же девочками провести такое же занятие, не важно, что там не будет мальчиков, но у них появится некий кураж, да? Может быть, другое прочтение сказки эмоциональное. Но они потом и читать по-другому будут. То есть, это как вот колесо раскрутить. Конечно, да. То есть, это некий такой энергайзер, какой-то, может быть, новое видение сказки, может быть, еще что-то. Я не знаю, что... Если это вам подходит, можно собирать, как вот песни фольклорные собирают, то же самое собирают сказки. Те же девочки, или еще как-то, еще с записью видео, находить бабушек, дедушек, прадедушек, которые еще живы, и которые, может быть, дома им и скучно, во-первых, в обоих делах благотворительности, еще как-то и к ним пришли, еще кто-то там чай с печенюшками попили, и они такие сказки рассказали. Вот сбор каких-то фольклоров, и их можно хоть на ютубе, хоть еще где-то, как эти бабушки поющие, раскрутились, так и здесь можно что-то сделать такое особенное. То есть, это зап... Тяжелая работа. Я... А кто говорит, что легкая? То есть, это какое-то такое движение, призывающее молодежь, допустим, пройтись по... Соединяющие вообще все поколения. То есть, студент приходит к своей бабушке, и говорит, бабушка, расскажи мне сказку, и снимает ее. Мне надо на сайт выложить. А, вот сказка с твоей бабушкой. Взрослый ребенок, понимаешь, и повод на... Была рекламная кампания одно время, позвони родителям, да? Да, да. Вот такого же плана, да, получается? Лишний способ еще раз прийти, пока живы бабушки, дедушки, прийти и сказать, бабушка, расскажи мне сказку. Представь, что это маленький ребенок, и расскажи мне сказку, пожалуйста. Мне очень надо. Это может быть и фольклорно, это может быть просто и с детства, потому что я по себе знаю, что мне рассказывают, придумывали сказки, таких, которые ни у кого нет, да. Поэтому наверняка у каждой семьи есть какой-то свой фольклор еще. К сожалению, не у каждой. Ну, не у каждой. А тем, у кого нету, те зайдут сюда, посмотреть сказки другие гаджи. Это будут целые передачи. Но Ютубе это вообще будет просто аншлам. Я не в плане возражения, я в плане похудения. Можно вытащить какие-то семейные сказки и выложить в один портал. Да, так же сражу здесь. Можно это было же спрашивать. Посмотрите, разрешение получается. Разрешение. Конечно. Вот. А еще я когда вот ехал, я же знал, что этот проект будет, да, и вот я когда ехал в электричке, я увидел такой проект, там вот висят, знаете, это самое, ну, метро, как правильно слова писать. Да? Да. Функт родного слова. Да, родное слово. Вот у них вот какая-то акция, прочитай мне книжку, пожалуйста, для, я так понимаю, для детских домов это что ли? Я не успел как бы ее рассмотреть. Вот нарисован ребенок с книжкой, написано, прочти мне книжку, пожалуйста. Вот это рассказки точные, потому что фактически та аудитория, с которой вы хотите работать, детские сады, она сложная аудитория с точки зрения там, санитарного какого-нибудь допуска, ну, если вы по-серьезному будете заниматься, то вас просто так туда не пустят. Ну, так же, как и детские дома, но там аудитория более благодарная. Ну, детские дома, наверное, все-таки проще помочь, детские дома, это больше дети, а если для маленьких, то уже дома малютки. Так, а не нужно физически туда ходить, через санитарный контроль, главное, чтобы у них там был интернет. Сейчас почти везде есть. Вот с детскими домами я не рекомендую начинать работать. В смысле, начинать с них или вообще с ними не начинать? В детских домах ни в коем случае нельзя. Это очень тяжелое впечатление для людей, которые с детьми не работали, это тяжелое, изнуряющее, изматывающее впечатление. В детских домах половина детей слабоумные, огромное количество людей с физическими экспериментами, ну, просто брошенных родителями детей. Я еще добавлю сюда это самое, у меня был личный опыт, мы когда были студентами, у нас, значит, был такой какой-то порыв, вот, поехать в эти детские дома, и вот у нас собралась группа, мы поехали, и вот на удивление, как бы, ну, какие-то кружки мы там придумывали, и начали там записывать уже детей, и столкнулись с сопротивлением, вот именно воспитателей, там, и организаторов этого детского дома, потому что они настолько, как бы, боялись, что вот детей вот обижут, обидят, да, вот мы не собирались бросать, мы собирались продолжать, но они поставили такие заслонки, что, ну, у всех опустились руки, и все бросили. И получилось так, что, ну, еще раз произошло то же самое, когда дети восприятели пришли, наверное, сказали, обидели детишки, какие плохие эти пришли, и вас там опять подразнили, и опять бросили. Вот, поэтому, то есть, там, наверное, дело даже не столько в детях, может быть, сколько, потому что дети там, ну, вызывали, как бы, положительные эмоции, а персонал, нужно выходить уже... Через интернет. Просто пусть они включат и смотрят. Ну, мне кажется, с колоссальной компетентностью. То есть, мне кажется просто, что, когда вот начинаешь, вот именно с детских домов, то там, может быть, там энергия упасть у людей, которые будут читать эти книжки. Правильно же, понимаю? То есть, быстро, причем упасть. Вы сделаете. А когда будет на YouTube, допустим, какой-нибудь канал, и там вот они будут смотреть, мое видео посмотрело тысяча человек, ну, это же определенное, как бы, поддержание энергии. А еще, если, допустим, и продавать, как это, потом корпоративы и прочее, но это, как бы, отлично. Я про детские самосоточники, просто у нашей тоже, ну, в рамках школы, сообщества, много проектов. То есть, теми, кого мадрид, она постоянно работает с этой аудиторией. Еще, там, ЗОТовы хотят работать, которые управленческие поединки, и так далее. Ну, у них есть пара инициатив вот в эту же тему. Вот. И в этом смысле, я думаю, что такой проект, безусловно, нельзя делать отдельно, просто нужно идти к нескольким, кто уже делает. И вот, как элемент, работает с детским домом. Когда у тебя есть какой-то план у нескольких организаций, и вот, вы куда-то входите на определенный этап, понимая, что после вас кто-то еще придет. И не так, говорит, действительно, что вот, а вот у нас разные партнеры, и вот мы вот это делаем, они делают вот то. Ну, я говорю, мы в Гриндаменте. Ну, да, да, да. И вот тогда надо смотреть, уже консультироваться, в какой именно этап ваш этот проект лучше всего лезет. Ну, если говорить про детские дома или детсады, да, то, что есть детские дома, детские дома, детские сады, детские сады. То есть, есть, где ставят засунки, а есть, где принимают и поддерживают. Просто понятно, что вам нужно найти тех, где вы сможете работать. То есть, не надо ломиться, если вам говорят нет, а надо найти тех, кто вам скажет да. Такие есть. Такие есть. Есть. И у нас в городе есть, и в области такие. Просто, ну, вот действительно, нужно проверить, как там. Есть вход или нет входа. Ну, а вот мы думали, вот в Икеи, там вот эти площадки-то детские, которые там отдают детей, может быть, как-то туда? Может быть. То есть. Очень хорошая идея. То есть, надо только какой-то выход на этих людей. У нас сейчас нет такого, может быть, кого-то. А вот как раз Кирилл же собирается тоже, да? Торговые центры включить в это самое, да? Вот. Я думаю, что вот вам нужно присоединиться, Кирилл. У меня, кстати, такое ощущение, что если просто притискать дети, сядь в тех, кто-то не узнают, эти будут интересны, а какой-то сценарий, чтобы их заинтересовать в этом решении. Площадка была, да. Вот Икеи и Ашан очень заинтересованы в работе с детскими садами, потому что рядом с детскими садами... Да, детские садами, мы посидим, да? Мы посидим, да. Мега построена на площадке, которые дети, традиционно этого использовали как свое место для курилок и всего прочего, ну, тусовка свободных. И они считают традиционно испоколение в Крыму эту территорию своей. И они по этой причине в Ашану и Икеи ошибаются, и не знают, как их локализовать, это детство. Ну, они приходят, просто там гуляют, что-то пробуют, смотрят, то что там для них стихиное детство. И когда они в Катурике, которые там рядом работают, не могут с этим ничего, то не хватает. Дети из детского дома сочетания, да. И в этом смысле легко в лице них можно найти партнера в какой-то системной работе. Но опять же, они заинтересованы в системном решении, а не в каждом акцере. У нас в членах клуба есть учредитель бизнеса для детей, развлекательного. Скажи, как с этим называются на самом деле. Да, как называются. Там на площадке точно нужно. Вы срежетесь на первом же мероприятии и больше никогда к этой теме не вернулись. Есть такое ощущение, есть специальные центры. Один из центров состоит в клубе, поэтому тебе нужно там, я не знаю, как это исключаться. Что у Дениса нужно? А что за центры? Там, где Меркурия, Юпитер, Юпитер напротив центрального рынка торговый центр, там где-то на верхних этажах есть детский развлекательный комплекс Лукоморье, где проходила деятельность в 16-16, по игру с партнером Денису Рубих. Они постоянно проводят какие-то мероприятия для детей, там можно просто встраивать туда программу. И у Руслана жена работает в каком-то альтернативном музее сказок, чуть ли не прямо. Такого же формата. Нет, она не в Лукоморье, там какой-то другой. Есть еще музей сказок отдельно, это правда. Есть такой проект. У Дениса в Лукоморье. Да. А, у Руслана. Это два разных человека. А еще Денису Руслану. Нет, в общем, есть еще какой-то центр. И вот таких центров есть несколько, для досуга детей. И надо прям с ними прям как бы... То есть это выхнию программу. Там, понимаешь, там просто вы можете там прям через них продать это. Дома творчества. Прям продать. То есть, да, они заинтересованы, чтобы у них на этих площадках тусили дети. Да, дома творчества. На платной основе. Они интереснее, чем детские дома на порядок, потому что туда собираются любопытные детишки. Дело в том, что на прошлом теле, которое было неделю назад, которое у нас было персонально визуально. Она закончилась сегодня. А, я скажу. В какой-нибудь договоре фразы. Как раз была девушка, которая в Лукоморье организует все мероприятия, и она хотела создать клуб мамочек или семейный клуб, как раз, которому нужна была какая-то поддержка, как идея, что-то новое, и вы могли бы очень удачно сотрудничать. Это вот Лукоморье, да? Они прям лучшие человека. Разместить ваши материалы уже. Вот либо через Мечку, либо через Дениса можно будет получить контакт. Кстати, а у меня есть мужской головы. Ты себя записываешь? Я все записываю. Что есть мужской головы, у меня есть мужской головы. Откуда? У вас есть? В защитном радиовомосте тоже есть мужские голоса. За стенкой. Можно разместить эти сказки первоначально, как промоушен, на сайте мамочки. Сибма-мамма. Сибма-мамма. И вот, кстати, с ученым того, что я сейчас тесно взаимодействую с двумя, а скоро с третьим разом, может быть, с ними поговорить. Вообще классно. И радио, все. Все, супер, давайте на этом закончим. Спасибо, спасибо. Значит, у нас Галина. Я не знаю, я как бы так спонтанно попала, без подготовки и без особенного. А тут все так? Ну, не совсем так. В целе они и знали, как-то. Никто не готовился. Я вообще не решила. Так кто в третий раз они знали, а первый раз не знали. Ну, да. Ну, как-то вот тема. Ну, скажем, почему же она меня выкинула? Потому что у нее все последнее время видит, насколько я загружена и результаты не приносит. То, что я сюда загружаю все больше и больше и больше, а результат как бы плачевный. И ей хочется мне помочь выдернуть меня из этой рутины, чтобы я, ну, во-первых, работала видимо более легко, с большей отдачей коллектива, наверное, чтобы коллектив все-таки работал больше, а не жилишь и я. Ну, и, соответственно, чтобы больше отрывало, есть работа. Поэтому, ну, у меня существуют какие-то трудности. В моменты, когда вот бизнес начался мы собирались за крупным столом, были разные мысли и кто что говорил. И вот моя мысль была, допустим, что нужно сохранить, я поддерживала эту тему, что коллектив во время кризиса надо сохранить обязательно, чтобы пережить кризис и не оставить тяжелый год. За первый год кризиса я приобрела такой большой долг, вот, когда хотел сохранять коллектив, да, потому что сохраняешь коллектив, начинаешь, ну, я из тех людей, которые держат обещания, да, то есть я пыталась перед коллективом держать обещания, которые я давала своим сотрудникам, то есть я держала свое слово перед коллективом, при этом, допустим, умолвлялась, долг парень, такая вот тема. я ставила себе задачу, ага, эту тему надо вытащить, то есть это только вытреть, честно, вперед, ну, естественно, эта тема была выполнена, то есть, ну, то, что какую цель ставила, я ее достигала, но при этом что происходило в этой фирме, соответственно, вот, с того, к тому сейчас результату, который есть. Ну, так же, как Светлане, хочется только в коллектив, который был, ну, очень много людей приходит на работу, действительно, я пришла на работу, получает деньги. Получает. Получает, не зарабатывает. Когда я говорю своему мужу, ему, который научный сотрудник, который от них никогда не бизнесом не занимался, он говорит, а что ты хочешь? Это вот человек так устроен, человек хочет получать. Я считаю, что человек должен зарабатывать. Ну, вот, как-то так не получается у меня занимать сотрудников, которые бы зарабатывать приходили. Получается, заработанное отсюда. Еще есть такой момент в фирме, когда приходят сотрудники, вот, недавно один из ненеджеров сказал так, если год продержишься в реакомии, ты научишься всему, тебя потом с руками и ногами возьмут в любую фирму. Далее наверное научишься ему. Я, конечно, мужественно опять очередное поколение учу, 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 иногда рот открываю, учу, учу, потом вот на полусловие разворачиваюсь, не хватает уже внутренней силы, спокойствия, выхожу в коридор, чтобы не сорваться участием. но все равно учу, потому что все равно это продолжение. Откуда эта проблема возникает? Понятно, что я не могу платить денег, которые на начальном уровне. есть компьютерная фирма, которые уже школьные. Давайте это самое. У нас такой формат, мы нарабатываем на капитана, то есть на человека, который докладывает. Поэтому вот получается что, мы получается уже переключились в формат идейной поддержки и вы тогда выступаете в формате идейной поддержки? Может, я хочу попробовать скорректировать вопрос? Вот как удобно капитана? Мы сейчас капитан заявим, пусть говорит, да? Хорошо. Просто я давно знаю эту ситуацию, я знаю, что Горяна Матвеевна там у нее большие наработки, реаком уже существует около 20 лет. То есть были тогда очень была успешная фирма. То есть это фирма, которая занимается компьютерными, продают компьютерные комплектующие услуги, то есть доработаны очень большие. Сейчас вот мое видение этой фирмы, что нету дохода, чтобы платить сотрудникам, даже больше не в команде, а откуда, как направить фирму в такую рост, чтобы снова получать доход. Это правильно спорректировано? Да, то есть нужны успешные сотрудники, так я понимаю, с одной стороны. То есть обороты небольшие сейчас. Вы просто спросите, что вам нужно. Вот вы признаете, что вы замечательная площадка для людей, которые потом уходят другие фирмы, либо сами открывают такие же. Есть костяк, которые работают очень много. Вы можете просто это признать. Возьмите, в каждой компании есть свои возможности, которые он может платить. Вы примите, что к вам люди приходят работать, они не женятся на вашей фирме. и поэтому если вы как, например, сделаете технологию у себя примерно как система быстрого питания, пришел человек, за 30 минут вы его научили делать какие-то операции за небольшие деньги, и у вас все работает. Понимаете, а вы хотите их научить. Это сложная тема. Понимаете, у меня когда были клиенты и говорили, что нужно вдохновение для вообще искусства, что потом выяснилось, что у них есть 12 основ, которые может делать подмастерье, еще что-то, и потом только нужно человеку расставить в соответствии со своей композицией. Все это делится на стадии. То есть если вы хотите сделать бизнес для себя, а не делать семью очередной раз, понимаете?